у нас сейчас где-то пять вечера мы пошли на пляж и хотели разменять деньги точнее не обменять доллары на руби и что вы думаете все обменники закрыты мы вышли в 4 из отеля и просто все обменники были закрыты я конечно еще ни в одной стране не видела чтобы обменники закрывались в обед это очень и очень странно мы ходили где-то наверное минут 40 поисках обменника обошли все по главной дороге дошли от кандалима до клангута это чтобы вам было понятнее где-то наверное километра 2 а может даже и больше и что вы думаете в итоге мы нашли обменник в каком-то селе по пути к пляжу в каком-то непонятном магазине там нам поменяли деньги мы сегодня вечером собираемся ехать на ночной рынок в арт-вору в арт-воре какой-то говорят очень интересный ночной рынок который обязательно стоит посетить и мы сегодня туда едем собственно для этого мы хотели поменять деньги чтобы у нас была местная валюта вдруг что-то понравится что-то прикупить интересного ну слава богу мы наконец-то поменяли деньги сейчас оступнемся покушаем и пойдем уже собираться мы все что-то ехать на ночной рынок а а Тут просто нереальное количество всяких палатов, что только здесь не продается, и украшения, и отриза, и сумки, еще музыка играет, в общем, очень прикольное место, такое колоритное, не зря приехали. Ну что, недолго мы пробовали наш новый рынок, потому что он сейчас дикий ливень, я не знаю, видно вам сейчас будет или нет, все мокрое, идет дождь, сверкают молнии, в общем, такой настоящий тропический ливень, мы уже вернулись в отель, и я хотела показать вам индийский чудо-лифт, я еще так не рекомендую. Никто никогда не видела. Смотрите, какая система. Надо нажать на кнопку, чтобы разблокировалась дверь, потом открывается вот эту деревянную дверь, и дальше здесь вот такая решетка. Лифт, раз, не работает, я не знаю, полметра, мы тут стоим в бою, я лею, я лею. Лифт, да, мне кажется, артушевая кабина больше, максимум, лифт прикольный, я таких даже не вижу. Я уже еще пользуюсь вид с этой стороны. Да, все это выглядит вот так, вообще, ну, экзотика, ребята, экзотика, а не слово. Девчонки, хотела показать вам Индию с другой стороны. Часто вижу, когда показывают что-то ого, показывают только красивые чистые пляжи, океан чистый, да, это все здесь безусловно есть. И пляжи идеально чистые, их убирают, каждое утро приезжают машины, которые собирают мусор, ходят, тетечки собирают мусор. В океане ничего не плавает, океан очень чистый, только если при прибое бывает, ну, там, один-два фантика принесет, ну, это как бы ерунда, океан действительно очень чистый. Но вот все остальное чисто назвать, ну, никак нельзя, даже сейчас мы идем на пляж, и вот по пути к пляжу тут просто огромная помойка. Сейчас я вам покажу, чтобы вы имели представление, что и как тут. Вот, смотрите, здесь кругом одна большущая помойка, очень много мусора. Да, вот, буквально осталось там 20 метров до пляжа, до чистоты, но пока идешь к этой чистоте, проходишь вот такие не слишком приятные пейзажи с тоннами мусора. К сожалению, да, дела обстоят здесь именно так. Простите, что я в очках, просто солнце очень яркое, я без очков вообще ничего не вижу, глаза открыть не могу. Так что, да, имейте в виду, если вы соберетесь ехать в Индию, здесь действительно грязно, действительно много мусора. И если вы брезгливый человек, то, скорее всего, вам здесь не понравится, несмотря на всю красоту пляжей, пейзажей. Здесь есть своя фишка, есть свои интересные какие-то моменты, но учитывайте обязательно, что здесь действительно грязно. И если вы полетите в Индию, обязательно берите с собой антиэстетический гель для рук, чтобы руки постоянно протирать перед едой. Да. Смотрите, что здесь растет, это фикус, фикус бенджамина. У меня дома такой же в горшке растет, а здесь в живой природе. Прикольно. Прям как наш домашний. Только огромный, а у нас еще маленький. Смотрите, как прикольно растут манго. Вот такое огромное манговое дерево, и на нем висят плоды. Вот они. Надеюсь, что вам видно. Они как яблоки на наших деревьях. Это прикольно, я никогда не видела, как манго растут. Здесь эти манговые деревья просто везде, на каждом шагу, в каждом дворе, везде есть манговые деревья. Вот на дереве они сейчас зеленые, висят, видимо, сейчас не сезон. Еще здесь очень много вот таких красивых цветов. То есть вот кустов с такими цветами очень красивые. Обалденное. Какой-то гигантский паук. Еще и в цветную полоску. Наверное, какой-то ядовитый. Трогать бы я не стал, конечно. Да, трогать мы его не станем. Но снять снимем. Обалдеть, огромный. Если бы такой паук оказался у нас в номере, я бы визжала так, что услышали бы в России, мне кажется. Гигантский. У нас сейчас ужин, и я хотела снять вам, что примерно и на какую сумму здесь можно заказать. Возможно, кому-то эта информация будет ценна. Сейчас, конечно, темно, но, я надеюсь, будет видно. У нас два блюда с курицей. Это и у меня, и у мужа. Курица в таком соусе остром. Также лепешки сырные на безумно вкусные. Очень советую, если будете в Индии, попробуйте лепешки. Обалденные. И два напитка с лаймом. Все это вместе выйдет где-то, наверное, на 600 рублей. То есть это очень бюджетно. По меркам московских цен, это прям очень бюджетно. Это где-то 550 рублей на наши деньги. Конечно, у нас не покушаешь за такую сумму. Все очень вкусно. Так что вот сейчас будем кушать. Приятного нам аппетита. Идем мы, значит, такие на пляж. И слышим, что-то шуршит в кустах. Я не знаю, будет видно вам или нет, но тут кабанчики ходят. Вон их там много. Штук, наверное, 7 точно здесь есть. Вот они тут лазают в кустах. У нас сегодня последний день на Гоа. Сегодня, кстати, как-то пасмурно. Не то, что пасмурно, облачно. Дождя нет, но облака. И это, кстати, даже хорошо, потому что жара, если честно, уже прям изнуряет. Хотя у нас сейчас в Москве снег. И я вообще с ужасом представляю, как мы вернемся, и дома снег. Мы просто прилетим из 35 градусов жары в снег. В 2 градуса. Это просто какой-то трэш. Так что да, грустно, что последний день не хочется прощаться с океаном. По дому, конечно, заскучились. По родным заскучились. Но так буду скучать по океану. Надеюсь, что в этом году еще удастся побывать на море. Так что как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...